Проехав по Сиэтлу мимо дома Билла Гейтса, этот малоимущий американец живет именно здесь, рядом с главным офисом компании Микрософт, мы подъезжаем к 19-этажному лайнеру, на котором отплывем на Аляску. Маленький человек на фоне огромного корабля. Внутри корабля все тоже очень подъяснилось. Обратите внимание на длину одного из многочисленных коридоров с каютами. Весьма живописный первый закат. А вот рассвет за канадской береговой линией, встает солнце. Соснул буквально на часок, часы перепрыгнули на какое-то непонятное тихоокеанское время, береговая линия отдалилась и пил свое предсказуемое. Океан снова поменял цвет. Как тут не вспомнить несколько кадров из Соляриса Андрея Сергеевича Тарковского? Серьезного фильма про океан. Первая остановка на Аляске. Южно-Аляскинская индийская деревня Качикян. Где целых три племени занимались плетением корзинок, изготовлением иголок и жили в мире. Поскольку еще 150 лет назад это была Россия, природа как в России. Лютики, цветочки. Лосось, который водится в этих водах, рождается в пресной воде. А потом мигрирует соленым. Но умирать возвращается племенной синстинкт обратно в пресную воду на родину. В общем, если бы не природа, захолустье ужасающее.